Zenfone 4. Этот смартфон производитель позиционирует практически как камерафон и делает ставку на повышенные фото возможности. Даже на коробке гордо красуется слоган We Love Photo. Мы любим фото. Именно потому я взял его на обзор. Ведь стоимость его всего лишь 160 долларов. При этом у него 4,64 гигабайт памяти, процессор Snapdragon 630, а также есть модуль NFC, что немаловажно. Хоть внешность у него уже устаревшая, еще из 2017 года, но не с лица в воду пить, как говорят. Недавно у меня был на обзоре Mi Note 3. Отличное решение от Xiaomi, тоже из 2017 года, и он тоже очень порадовал. Порадует ли данный гаджет, посмотрим. А напоследок, как вишенка на торте, будет сама камера. Но я лично охренел, честно говоря, и вы далее узнаете почему. И это скорее не обзор, ведь модель не новая, а отзыв в целом и о камере в частности. И стоит ли брать эту модель ради нее? Заказал в Китае, но можно и у нас найти. Ссылки приложу в описании, посмотрите ради интереса. Пришел в большом надувном матрасе. Продавец положил кучу подарков в виде силиконового чехла и пленки. Также в стандартный комплект входит прозрачный силиконовый чехол. Тут же скрепка и бумажки. Кроме смартфона в комплекте кабель USB-C и зарядник на 5 вольт 2 ампера, а также гарнитура с амбюшурами в комплекте. Комплект, как видим, довольно богатый. Сзади стекло, причем крышка очень красивая. Из центра логотипа Asus отходят лучи. Действительно очень стильно. Камеры заподлицо, рядом вспышка. Спереди это вылитый Mi Note 3 от Xiaomi. Торцы из металла. Также на месте 3.5 миниджек. Он внизу, рядом с динамиком, микрофоном и USB-C входом. Многоцветный индикатор событий тоже есть. Внизу кнопки подсветки, которые хорошенько будут лепить вас при слабом освещении. Их нужно отключать. А то, что кнопка назад слева, как-то странно или непривычно, так сказать. Лоток комбинированный, память можно расширить за счет одной симки. Экран с хорошей олефобкой и 2.5D скруглениями. Углы обзора достаточно хорошие. Смущает немного уход фиолетовый на черном фоне под углами. Но это частое явление у IPS-матриц. Цвета насыщенные, экран качественный и запас яркости отличный. Нижний порог тоже приемлемый. Смущает, конечно, эти рамки сверху и внизу. Но это привет из 2017 года. Внутри Snap 630. Есть также старшая версия данного смартфона на 660 Snap. Но нам тут больше важна именно камера. 630 Pro в принципе достаточно для комфортной работы сегодня. 14 нанометров в деле. В игры тоже можно поиграть на средне-низких настройках. Даже в тяжелые. Хотя проц, конечно, и не игровой. Нагрева при этом нет. В танке лучше выставлять средние, а еще лучше низкие настройки. Оболочка Zen UA на любителя. Или даже ценителей, так сказать. Есть свои фишки. Меню приложений в нем тоже есть. И множество настроек. В том числе можно гибко настраивать оттенки дисплея. Или насыщенность. Ну и так далее. А главное есть NFC. Еще бы тут его не было. В свое время этот смарт стоил до 500 долларов даже. Ох и наценочки у них были. Оболочка реально работает шустро. Тем более она не забита хламом пока что. Звучит данный смартфон неплохо. Громко. Объема, правда, немного не хватает. Но зато звук стерео. Разговорный динамик за это отвечает. В наушниках звук реально качественный. И запас громкости отличный. По связи тоже все нормально. Wi-Fi двух диапазонный. А Bluetooth 5.0. Батарея на 3300 мА. С поддержкой быстрой зарядки. Это не очень много вроде бы. Но для экрана 5,5 дюймов. И этого процессора вполне достаточно. Держит заряд не рекордно. Но на целый день работы по стандарту вам хватит. Ну что же, не будем тянуть кота за хвост. Вот мы и добрались до того, ради чего я взял данный смартфон. Ведь за 160 долларов практически фотофлагман. Очень заманчивый вариант. Сенсор от Sony. AMX362 с апертурой f1.8. Замечу немаловажное преимущество. Наличие оптической стабилизации. Что важно для условий плохого освещения. Где нужна длинная выдержка. И при съемке видео. Плюс еще один широкоугольный модуль на 8 мегапикселей. Ну что сказать, вот тут-то я и охренел. У камер просто отвратительный динамический диапазон. Смотрим на первое фото. На улице светло. День. Но дом получился как будто уже вечер. Второе фото. Улица. Небо на фото передано отлично. Именно таким оно и было. Смотрим на здание. Асфальт и людей. И опять мрак. Но это неправда. Смотрим на песика. Вот именно такое освещение было как на фото сейчас. Обращаю внимание на детализацию. Она очень неплоха. А вот голубого неба нет и в помине. Его выжег модуль камеры и ПО. Но обратите внимание на этот полтергейст. Фонари зависли в воздухе. Это ж надо так. Я сначала не понял в чем дело, а потом предполагаю, что тут прозрачный козырек, к которому прикручены эти фонари, которые на фото висят в воздухе. В общем, такая ситуация наблюдается на всех фото. Или выжженное напрочь небо, или просто белое пятно, или темнота внизу. Сначала я тестировал видео и еще не знал, что и как с фото. Но вот видео к вашему вниманию. Тест съемки видео на смартфон Asus Zenfone 4. 4К 30 кадров. Работает оптическая стабилизация и при ходьбе некий эффект желе наблюдается. Но зато если проводить панорамку, то все очень аккуратненько. Мелкий тремор рук компенсирует. Но что мне очень не понравилось в камере данного смартфона при съемке видео, так это динамический диапазон. Обратите внимание сейчас на небо. Оно выгоревшее. Но на самом деле оно вот такое. Как сейчас видите. Зато внизу мрак. В общем, слабый динамический диапазон, что делает съемку видео с помощью данного смартфона несмотребельной, скажем так. В общем, не годится он в качестве съемки видео. Так что, обратите внимание. Как вы заметили, точно такая же ситуация. Что касается фото в помещении, в недостатке освещения, то я скажу, что неплохо. А теперь портреты. Сфоткать неживой предмет в нем не выйдет, только если определить, что человек в кадре. Но какие же отвратительные портреты выходят. Хотите, чтобы у вас были более заметные синяки или перешарп на лице, или чтобы вы стали старше лет так на 10, пожалуйста, берите, пользуйтесь. А как чудесно он ошибается с размытием фона. Даже в хорошем освещении. Это что-то. Кстати, шел снег тогда. Широкоугольный модуль на 8 мегапикселей делает фото менее детализированными. Но зато больше объектов поместится в кадр. При этом, возможно, некоторые искажения по углам. В общем, тут такой парадокс. Мы любим фото, говорят Asus. А засунули модуль с таким динамическим диапазоном и говорят о фото. Вот эти самые фото получаются никудышными. Кто-то скажет, да это же смартфон 2017 года. Так тот же Mi Note 3 намного лучше фоткает в плане динамического диапазона. В общем, я удивлен, не в хорошем смысле. Особенно, когда после этих тестов посмотрел еще несколько обзоров данного смартфона. Но я не пойму, или они слепые, или им платят. Но никто об этом не говорил из тех, что я видел, по крайней мере. Если производитель позиционирует смартфон как неплохое решение для фото, а получается шлак, то извольте. В общем, я разочарован и ни в коем случае не рекомендую к покупке данный смартфон, если вы берете для фото и видео. Если же вам нужен смартфон из металла и стекла с хорошим экраном, неплохим звуком, нормальным процессором и модулем NFC с памятью 4.64 за 160 долларов, лишь тогда можно присмотреться. С вами был Smart Plus. Подписывайтесь на канал. Тут только честные обзоры. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok